Этой осенью под Новочебоксарском заработал полигон твердых бытовых отходов. Именно туда теперь везут мусор из столицы Чувашии города Спутника. Переполненную Пехтулинскую свалку наконец закрыли. Однако за все придется платить. В буквальном смысле тарифы на вывоз мусора для населения вырастут. За что с населения будут брать деньги, посмотрели депутаты Государственного совета Чувашии. Строили, строили, наконец построили. С середины ноября в тестовом режиме заработал полигон ТБО. Жителям Новоюжного района Чебоксар больше не придется затыкать носы из-за запаха гари с Пехтулинской свалки. На новом полигоне и мусоро-сортировочной станции, современное оборудование, самые последние технологии. Директор филиала компании управления отходами Юрий Малов не устает водить экскурсии. В конце октября здесь побывал замминистра строительства России Андрей Чибес. Тогда он похвалил республику за то, что в сферу ЖКХ удалось привлечь бизнес. Полигон – это пример так называемой концессии. Частная компания построила объект, а затем передала его республике. На сегодняшний день на станцию сортировки и на полигон поступило 43 тысячи тонн отходов. И они сортируются. И хочу отметить, что уже около 5 миллионов сдано вторсырье. То есть это пластик, бумага, картон, которые пошли на дальнейшую переработку. А в остальное время эти материалы или отходы шли также на свалку и оставались там. Вложиться в экологическое благополучие придется и жителям. Приход частников ЖКХ, увеличение расстояния транспортировки отходов на 12 километров и новое оборудование сказались на тарифе для населения. В среднем стоимость на вывоз мусора увеличилась на 7 рублей с человека. Сейчас она включена в строку содержания жилья. А с 2016 года в квитанциях появится новая строка обращения с твердыми коммунальными отходами.